Если вы хотите сами решить, где будет учиться ваш маленький первоклассник, поторопитесь. Причем в столице для этого вовсе не обязательно даже выходить из дома. Подать заявление о выборе учебного заведения можно либо в традиционном письменном виде, принеся его в департамент образования, либо через интернет посредством электронной школы. Кроме регистрации ребенка в школе по месту жительства учитывается выбор языка обучения, наличие в семье других детей, которые учатся в том же самом учебном заведении, а также обоснованные предпочтения самих родителей. Ведь даже то, что школа забита до отказа, дает вам шанс в нее попасть, если вы живете рядом или тем более, если именно в нее ходят старшие братья и сестры. Это надо знать историю вообще той школы, куда ты идешь. Педагогический состав, внеурочная деятельность, как бы мы ни хотели, итоговые результаты госэкзаменов, расстояние от места жительства до школы, потому что если ты тратишь с ребенком час езды туда, утром пробки, час езды обратно, то есть очень надо все многогранные вот эти аспекты взвесить, прежде чем определяться со школой. Нередко родители стремятся отдать ребенка в школу и в более раннем возрасте, но ему должно быть не меньше шести лет. Если родители желают отдать в школу шестилетнего ребенка, то перед тем, как представлять документы о его готовности к учебе, специалисты рекомендуют им также взвесить все за и против. Здесь очень важно для родителей такой подход, что надеяться на школу, это обязательно нужно, но у каждого ребенка, у каждой семьи должен быть какой-то определенный ресурс материальный, временной для того, чтобы заниматься ребенком. В противном случае мы наблюдаем подходы, когда в шесть и в семь лет дети приходят, они как небо и земля в области развития, даже физического развития. В последнее время очень часто случается, что родители покидают страну в поисках работы, причем уезжают всем семейством. Вот только свои данные в регистре народонаселения Эстонии они оставляют неизменными, а это создает немалые проблемы. Ребенка в стране нет, и в этом случае департаменту приходится задействовать поисковые системы, чтобы разузнать, появится ли он когда-то в школе, или в этом случае свободное место разумнее отдать другому желающему. И последнее. Представители Таллиннского департамента образования убедительно просят тех родителей, которые проживают вне Таллина и не имеют возможности отдать ребенка в русскую школу в своей волости или городе, не торопиться понапрасну. В принципе, попасть на обучение в столицу действительно возможно. Но и это важная деталь. Заявления в таллиннские школы будут приниматься только тогда, когда все столичные дети будут распределены по классам. И только на свободные места будут приняты иногородние. Подача заявлений для будущих учеников первых классов началась с сегодняшнего дня и продлится до 15 марта. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.